всем привет ребят сегодня покажу вам интересный автомобиль которого еще не было на канале это японец по превью уже поняли что это у нас будет mazda mazda тройка mazda из европы на дизельном моторе с классическим автоматом в кузове хачбэк интересный автомобиль притягивающий внимание очень классные у него внешний вид и давайте сегодня быстренько пробежимся по его внешке по интерьеру по салону ну и конечно прокатимся посмотрим как же он разгоняется на своем полутора литровом дизельном моторе на 6 ступенчатом классическом автомате не dsg не вариатор автомат ну давайте перейдем к осмотру автомобиля погнали сейчас с меню камеру и будем смотреть автомобильчик итак давайте сейчас быстро по внешке я вам покажу этот автомобиль вид имеется это по-любому очень приятный у него внешний вид особенно передняя часть да и сами форма кузова знаю что не всем по нраву французы немцы примеру да тот же возьмем меган 4 в хачбэке про который так часто спрашивают по пригону по наличию их нет но посмотрите на альтернативу от японцев то есть на мой взгляд конечно неплохо конечно японцы по шумке отстают по каким-то отделочным материалом по пластикам от тех же французов с немцами но все же ребят внешка конечно на машине особенно в хачбэке просто бомбово выглядит 2017 год полутора литровый дизельный мотор 105 лошадей шестиступенчатый классический автомат напомню не робот не вариатор цена данного автомобиля миллион пятьсот семьдесят тысяч рублей будет итак начнем с передней части часть у нас передняя визуально агрессивная у нас лет фары лет против туманки проще так сказать повторители передние и задние парктроники получается дальний ближний тоже у нас такой вот очень крутой свет ночное время приятные черты мазовские очень узнаются среди любых автомобилей чтобы даже на мне кажется кто не сильно разбирается машинах скажет что это mazda а не mitsubishi допустим очень кузов хэтчбэк мне нравится он такой современный молодежный очень наверное белый цвет но вот этих 18 красивых колесах подойдет какой-нибудь молодой женщине девушки также молодым парням я думаю что машина будет прям зацепать взгляды их друзей знакомых и просто людей прохожих на улице и так у нас есть бесключевой доступ в автомобиле у нас есть босс акустика но к этому чуть позже хромированные ручки опять же вернуть 18 колеса на 18 как были бы на на 16 или 17 вид был бы чуть другой есть естественно на крыше такой плавничок это антенна для радио значит у нас есть сзади такой дворник который прочищает нам заднее окно потому что его забрасывает так как это кузов хэтчбэк ну и лет задние фонари если видно просто солнце сейчас сильно но все же визе до черта не как бы выглядит хорошо камера заднего вида есть выхлопная которая вывезена наружу с насадкой не просто где-то выходит под бампером такой интересный хэтчбэк из европы если быть точным то машина из испании 17 2017 года сейчас покажу вам подкапотное пространство и куда-нибудь заеду в тенек чтобы показать более насыщенно вам сам салон который такой вот кожаный с красными вставками очень интересно выглядит ну давай сейчас открою капот и покажу сам двигатель трахтит прям мурлычет но есть не сильно какого-то дизельного такого стука как у старых дизелей здесь нет работает мягко и тихо и так сейчас я вам приоткрыл сердце автомобиля его двигатель sky active technology 105 лошадиных сил по моменту не помню 200 по моему с чем-то там в районе 250 листья по моему 270 ньютонов он выдает могу ошибаться можно посмотреть принципе в интернете ттх мотора едет в паре с классическим автоматом очень хорошо не скажу как ну как не как двухлитровая бмв или там трехлитровая примеру да но как бы расход смешной мотор достаточно надежен и нету повторюсь коробки робот или вариатор как тех коробок которые боятся обычные обладатели турбина у нас находится в задней части автомобиля в принципе мотор я не знаю как слышно записывает микрофон скажу что мотор очень тихо и мягко работает по сравнению там с другими какими-то машинами ну постоянно включается отличается климат поэтому под нагрузкой он чуть-чуть тарахтит по-другому ребят ну здесь есть шум и вибро на капоте капот как всегда у нас без газоупоров могли бы что-то и до установить уже к этому году по так скажем размерности мотора он небольшой но стоит большой по емкости аккумулятор очень классно мне нравится что здесь очень мощные фары я не знаю на наведите да какой здесь яркий есть лишь воде след свет ну и против туманки тоже от яркие они в одной цветовой гамме светится также вот эти какие-то кругленькие типа дых ложки габаритные огни то есть выглядит автомобиль весьма привлекательно ну давайте сейчас перейду к интерьеру не прям не хотелось мне его наглаживать там нахваливать но вот смотрите за полторашку чтобы было модно экономично и надежно это ну скорее всего мазда да там тот же меган 4 фэчбеке он сожалению либо роботизированная коробка на полторашки сухая еда c либо механика но машины берутся скорее всего для молодых девушек женщин как сказал людей вряд ли они захотят ездить на механиках поэтому вот неплохая альтернатива от mazda то есть mazda 3 кузове хэчбек и так переехал я в тенек вот так приблизительно выглядят вот эти дых ложки покажу сейчас еще в тени как выглядят задние связи со фонари ну и багажное отделение вам продемонстрирую вот так образно светятся красиво задние фонари задняя часть у автомобиля если затянуть крышу в глянцевый черный цвет будет вообще бомба то есть есть камера заднего вида есть партроники этим никого не удивишь наверно современных автомобилях крышках как всегда на газоупорах такая вот откидная шторка если захотите снять здесь дубовый пластик но есть значит для руки для закрытия багажника багажник кстати весьма весьма немаленький сейчас через другую камеру поставлю как бы были пространство здесь вообще нормально здесь внизу получается дорожный набор мой так сейчас я вам покажу где-то он где-то здесь вот компрессор клей как обычно аварийный знак то есть каких-то запасных колес здесь нет но визуально можно все сюда внедрить так скажем это располагает заводом то есть как в россии докатку вы положите повторители аварийной сигнализации находятся в зеркалах кнопки но открытие-закрытие также нас бесключевой кстати здесь уже пластик не дубовый вот это вот уже мягкая прожимается вот этот дубовый здесь вот мягкая кожа 4 подъемника складывание зеркал управление есть босс акустика играет прям очень хорошо хоть и сабвуфера я не видел там количество колонок большое и все проходит через значит усилитель и посмотреть какой крутой кожаный салон с красными вставками с перфорацией то есть очень круто это все выглядит красные строчки как-то вот так вот ну стандартно маздовский руль приборка есть камера заднего вида и навигация есть климат зимнего пакета ребят нету но сами если помните я сказал что на из испании он там ни к чему электронный ручник управление мультимедией но управление кустищика системы здесь вот это складывается такая лесенка здесь для двух подстаканников ключи стандартно маздовские есть такой большой бокс здесь две зарядки юсби есть розетка на 12 вольт интересный конечно когда эти красные есть полоски на сидениях очень круто выглядит то есть а еще есть помощники стабилизация и стоп то есть вы отключить партроники но и значит сбросить датчики давления шинах сзади место не скажу что много так как у нас это небольшой автомобиль это mazda тройка ну давайте сам за собой сейчас сяду покажу приблизительно размер мегана фэтчбеки приблизительно один к одному то есть место немного но ехать можно даже на дальняк вот есть у нас получается подлокотник с подстаканниками ну давайте теперь сейчас сяду за руль и как-то покажу хоть приблизительно чтобы понимали как полторашка на автомате разгоняется так начнем движение сейчас такой проселочной дороге сразу чувствуется что это дизель такой знаете подрыв самых низов приятное такое ускорение ну потому что ребята это крутящий момент у дизеля вы сами все это прекрасно знаете сейчас какая-то тут пробка 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 попробуем ее поехать сейчас ребят но надо мне выходь ну сейчас я как бы здесь прямая могу сейчас ускориться давай сейчас километры вам видны то есть машина достаточно бодрая здесь вот что-то здесь происходит поэтому не погоним так на обгоны на трассе без проблем выходить автомат работает быстро плавно вопросов каких-то к автомату от слова совсем нет по шумке mazda есть mazda сейчас конечно всякие детейлинг-центры предлагает дополнительные услуги шумоизоляция все что захотите за ваши деньги будет как в майбахе если дополнительно заплатить и сделают вам прекрасную шумой шумоизоляцию вашем автомобиле развернемся камера пожалуйста так продолжим движение неплохо неплохо здесь как бы просто везде этот автомобиль набирает она конечно я думаю что полутора литровый бензин или там еще они попадались 16 от бы каждых моторов на 104 силы они так не поедут никогда крутящий момент у дизеля только пытаюсь об этом говорить очень большой вот как-то так сделать решил вам небольшой обзор на этот автомобиль хорошая альтернатива тому же megana 4 в хэтчбеке про который так часто спрашивают который так редко привозят в основном только на заказ я видел эти машины которые привозили до megana замечательный автомобиль но как бы вот такая вот вам от японцев альтернатива напомню сидни все любят французов и немцев то есть у нас в основном россия делится на тех кто любит японцев и те кто не любит японцев поэтому я думаю что большая часть сейчас то есть скажет что . зачетно а кстати показал самое интересное у нас же есть проекция ребят показывает километры читает знаки вот она ну на этом все не хочется затягивать ролик всякой лишней болтовней подписывайтесь на телегу на youtube канал группу вконтакте ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч всем пока ребят